Малыш, привет! С вами передача по кашеварям! Я пытался изобразить голос Карлсона, но у меня, конечно, не получилось, потому что я не Карлсон. Хотя я в меру упитанный, достаточно красив, конечно же, да. А все это сделать хотел не просто так, а все потому, что сегодня мы с вами будем делать шведские тифтельки. Малыш, пойдем летать на крышу! Ты что, Карлсон, я же не могу! Мне надо готовить рецепт! Тифтельки любил не только Карлсон, а тифтельки являются одним из любимых блюд в Швеции. Их там можно купить на любом углу, но гораздо лучше их приготовить дома, чем мы с вами и займемся. Для приготовления тифтелек для Карлсона нам потребуются следующие ингредиенты. 500 грамм фарша, малыш! Ладно, в баню Карлсона нам еще потребуется 130 миллилитров молока, два кусочка хлеба, одно яйцо, одна средняя луковица, черный перчик, оливковое масло и соль. Мы также сделаем еще соус к этим тифтелькам, для которого мы возьмем вот что. Столовую ложку муки и столовую ложку сливочного масла. Три ложки достаточно жирных сливок. Один стакан говяжьего или куриного бульона. В общем, какой у вас есть... О, какая у меня крутая чашка есть, смотрите, написано. Просто царь, это я. Опять-таки, свежемолотый перец и соль. Вот и все. Вот и все, погнали делать тифтельки. Избавляемся от корок в хлебе и замачиваем в молоке минут на 10. Очищаем и мелко нарезаем лук. Мешаем в миске фарш, лук и яйцо. Слегка отожмите хлеб и добавьте к фаршу. Необходимо посолить, поперчить и хорошенько вымесить фарш. Фарш должен получиться очень мягким. Если он у вас не мягкий, добавьте еще немножко молока. Мокрыми руками сформируйте шарики размером где-то с грецкий орех. Положите их на какую-нибудь формочку, смазанную маслом. И уберите нам полчаса в холодильник. Разогрейте растительное масло в какой-нибудь большой сковородке и обжарьте тифтельки с двух сторон. Обжаривать надо на среднем огне. Готовые тифтельки перекладывайте в какую-нибудь мисочку. На сковородке, где у нас жарились тифтельки, добавьте сливочное масло и муку. И обжаривайте это дело минуты две-три. Влейте тонкой струйкой бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комки. Доведите до кипения и варите соус минут 10 до загустения. А потом посолите его. Добавьте сливки и тифтельки. И тушите еще минут 5-7 на маленьком огне. Вот и все, тифтельки готовы. В гости можно звать Карлсона, а подать на гарнир, например, будет очень здорово картофельное пюре. Не забывайте подписываться на канал, ставьте пальцы вверх и комментируйте видео обязательно. С вами была передача по кашеварям. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok